17 мая в приемных правительства Московской области, Министерства социального развития и администрациях муниципалитетов региона прошли личные приемы по вопросам летнего оздоровительного отдыха детей. В Ленинском городском округе за помощью в приобретении путевки в лагерь или на реабилитацию обратились представители разных категорий социально незащищенных граждан. Личный прием жителей Ленинского городского округа по вопросам летнего отдыха детей провела заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Вместе с представителями управления образования, социального развития, культуры и здравоохранения подробно рассмотрела все заявления, с которыми обратились граждане. Сколько лет вашему ребенку? Моему ребенку 13 лет. Он учится в какой школе? Четвертый. Более 10 человек обратились с просьбой о помощи в организации летнего отдыха. Родителям рассказали обо всех возможностях получения как льготных путевок, так и с частичной компенсацией. Вариантов много, но выбирать нужно с особой осторожностью и заботой. Чтобы выбрать лагерь, вы заходите и смотрите, чтобы в этот лагерь вошел обязательно в реестр лагерей. Но если это в Подмосковье и Московской области, или в реестр лагерей, если какой-то смотрите в другую область. Потому что все эти лагеря проверяются МЧС, проверяются Роспотребнадзором. Это гарантировано, что у ребенка будет хороший, безопасный отдых. Участники приема дали пошаговую инструкцию для всех мам, которые заинтересованы в летнем оздоровительном отдыхе своих детей. Подать надо на сайте заслуги МОСРЕК. Если у вас у самой, не любите компьютеры, есть проблемы, помогают подать сотрудники МФЦ. На втором этаже проконсультируют, на первом помогут подать. Все в одном здании МФЦ видно. Особое внимание было уделено летнему отдыху детей с ограниченными возможностями здоровья. Буквально две недели назад детская поликлиника округа получила лицензию на реабилитацию. Группа вот сейчас уже на реабилитацию набиралась как раз в момент получения лицензии. Недели две. Возможно, еще там есть места вот прямо в эту группу, которая вот сейчас будет запускаться. Но во всяком случае, если не в эту, 21 день реабилитации, то запишитесь на следующий период реабилитации. Помимо реабилитационных центров и детских санаториев, родители могут отправить ребенка в пришкольные лагеря, которые начинают свою работу уже с 1 июня.